Не глядя че на тое, что до початку параду пероможцев еще мальдве годины, значная частка у дейников шесть у жены центральной улицы Гомеля, ветераны, представники органов УЛАДы, представственных коллективов и громадских организаций, наученцев городских школ и колледжев. День перомоги – это святое, якое объеднуло у всех. Причем в 30-х это не только сегодняшних дён. У дейники великая чинные узгадывать, что на фронте они были одной семьёй, коли значения не имели ни взросл, ни национальности. Был Бурат, был еврей, вот Эйхлер, даже механик, Зазулинский еврей. Больше всего было русских, украинцев, а белорусов было три в первом полку. Я механик, партор и мастер парашютно-мородных цыганков. Ну, в общем-то, кто там понятия, да мы росли, не делились национально. Некто зудейников всего летнего парада перомостров воевал на фронтах великой отчины, некто смыгался в партизанских отрадах. У тех, кто бачил в жахе войны, память о перожитом заковывается и простимся два мирные годы. Камечанка Татьяна Кутина был и вязень фашистского лагеря смерти Азарыча. Кажет, что тогда, в 44-м, было одно ожидание выжить. А в том, что в 2017-м будет сусоркать день перомоги, навод и не марыло. У меня и бабушка, и дедушка, и братик, у некоторых поумирали все, один кто-то остался. Или, в общем, очень много. Большинство легло там. Ясного и мирного неба каждой семье, стабильности и росквиту Беларуси. 9 мая день, когда сенсус всех пожеланий, высотность войны и захование памяти о перожитом. Уречи недаримно кажут, что новая война начинается тогда, когда люди забывают о войне попередней. Этот день должен быть наряду с Днем Пасхи, с Днем Святой Троицы, с другими церковными праздниками. Ведь многие наши деды и прадеды положили свою жизнь за освобождение нашей Родины. И сегодня хочется пожелать оставшимся ветеранам крепкого-крепкого здоровья, помощи Божьей, чтобы Господь хранил еще на многие годы, а мы с вами брали из них пример защиты и уважения, любви к нашей Родине. Гонор и слава тем, кто стоял в свободу и незадержность нашей Родины. Гэтая слова, як негалепша, отповедаюць Мэтти Миттенку, який прошел каля мемориалу Вечный Агонь. Великая чинная, одночасово героичная и трагичная сторонки нашей истории. За военный период только Беларусь недалечилась больше 3 миллиона же хоров. И в той же час, только за первый месяц боев, оккупанты стратили на советском фронте больше солдат, чем за два попередней годы у Европы и Африцы. На одном гомельском накерунку страты ворога складикали 80 тысяч. На урочистусе, на годы Дня Перамоги, многие гомельчане пришли с портретами родных, які змагались на фронтах Великой Ачины. У руках молодых и людей сталого взрослого наша агульная история. У меня лично погибло два дяди на Великой Отечественной войне. Один офицер, второй старший сержант. Оба не вернулись из фронта. В руках у меня фотография моего тестя Воронич Даниил Иванович. Он дошел до Берлина. Он сапер 243-го саперного полка. Концертные и тетераризованные программы, фотовыставы военных годов, акция «Гомель памяты» и разностайные аттракционы, празд парад патриотичных классов и показальные выступления по веслованне. Организаторы кажут, что имкнулись задоволись интересы усих гомельчан. Знакомитой военной полуторки на этот раз на выставе не было. Але был не меньше знакомитой военных грузовик ЗИС-3 на фронте 42-го года. Кольки бойцов и боеприпасов перевезли именно эти вот такие машины, подчас великой отчины, докладно, напевно, никто не подличивал. Выставочный проект «Ретро Гомель-2017» с уделом реконструкторов и военно-историчной техники выкликал интересы, как у дорослых, так и детей. По речи, зарабить фото на память, на машине, грузовику, тих гармати редко кто отмовится. По великим рахунку, это еще один знакерунку патриотичного выхования, когда у людей возникает ожидание БОШ доведаться, як об великой отчины в уголе, так и сброи перемоги в приватности. И хоть с часом, с правной военной техники БОШ не остановится, а матро-реконструктору это не спиняем. Многие единицы по частям, по частичкам восстанавливались просто годами. Броневик вот у нас БАШ-64, он сделан с нуля. В Нижнемартовске его варили. И, ну, сейчас уже на нем ряд оригинальных вещей, впоследствии замещаются именно копии. Поэтому это все реально. Главное очень хотеть. Выстава установок вышедшей, средне-специальной и средней эдукации, плюс работы гомельских ромесников. Набережную раку СОЖ 9 мая дали под высовоченный проект, но все поколения одна перемога. И тут же вальсовая пляцовка. Сегодня танцевать вальс у гомельских школах в очередь у всех старшеклассников. Каля 500 из их переможцев опошних городских споборницов на лепшее выканание гэтага танца запросили выступить у рамках святочных мероприемствов. У выканания школьников вальсы военные и юбилейные. У 45-м такие выконывали их прабабули и прадедули. За 72 мирные годы выросла некакие поколения, у якие не бачили войны. Тем, кто змогался за перемогу, за это необходимо сказать великий дякой. Алексей Тюроум, Ёген Макеенко, Телерадо компания Гомель.